Депутат Сейба Латвийской Республики 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 спикером парламента, с фондом возрождения Карабаха, с комитетом по работе с диаспорой, с беженцами господином Мирзаевым. И очень много ознакомились с ситуацией, какая сейчас на данный момент в Азербайджане после войны 44-х дневной. И побыли, конечно, и на освобожденных территориях, в Агдаме, то, что мы увидели, это тоже мы, наверное, отдельно поговорим. Но это, конечно, очень важно увидеть своими глазами все тоже. То, что мы в Латвии видим, слышим, это не то, что увидеть своими глазами. Я до сих пор еще не могу, как бы сказать по-человечески, отойти от того тех эмоций, которые я увидел, то, что натворили в Агдаме. Кстати, чуть подробнее, вот вы сказали, что именно больше привлекло ваше внимание. И знаете как, вот мы когда говорим об этом, противоположная сторона, она замалчивает. То есть мы не видели ни одного комментария стороны МИД, Армении или государственного, почему с Агдамом произошло то, что произошло. Да? Это есть попытка объяснить войной, но есть одна реальность, что в Агдаме, как таковых городских боев не было. Город, в принципе, был взят в такой форме, в которой есть, но потом превращен в то, что есть. Как вы можете это объяснить, по вашим ощущениям? Ну, я человек тот, который пришел в политику из бизнеса и из промышленности. Маленько понимаю строительство, строительные вопросы. Я вижу, что эти дома, которые там в городе были, они просто по кирпичику растаскивались. Окна, видимо, выбирали и кирпичи продавали, разрушали и инфраструктура разрушена. И как бывший министр экологии в Латвии, какими я работал, тоже могу сказать, что это огромная катастрофа экологическая тоже. Деревья вырублены и водоснабжение. Все это разрушено. И дай бог, чтобы Азербайджан скорее восстановил этот город. И то, что мы слышали от представителей президента Азербайджана Ильхам Алиева, который представитель находится там в Агдаме и сейчас работает, восстанавливает город. План очень хороший, план правильный в том смысле, что сначала проводятся дороги, инфраструктура восстанавливается, потом будет создаваться платформа для размещения там предприятий, чтобы создать рабочие места, строительство, жилья. И город будет таким образом развиваться. Там налоговые льготы, я понимаю, будут предприятием, которые там будут создавать рабочие места. Очень надеюсь, что тоже инвестиции из Латвии, тоже из частного сектора придут в Азербайджан, в Агдам. И что наши технологии, где Латвия очень сильна деревообработка, строительство экологических домов, вот эти технологии могут быть переносены. То, что я сам вижу в эти бизнес-платформы. И создаваться тут уже готовые продукты, как экономические, экологические дома из дерева, из пассивные дома, которые практически не нуждаются электроэнергии для отопления. То, что Латвия очень-очень сильна в экспорте технологиях вот такой промышленной отрасли. И думаю, что это тот путь, что мы должны тоже парламентарии сопутствовать, чтобы бизнес между собой познакомился, чтобы наши предприниматели создавали экономический рост наших стран. И у нас есть мысль такая, парламентариев с председателем азербайджанской стороны группы дружбы с Латвией Камраном Байрамовым, что мы создали бы осенью бизнес-форум, куда приехали бы в Баку предприниматели из Латвии, которые хотели бы заняться в Азербайджане производством и таким образом содействовать развитию экономическими связями между Азербайджаном и Латвией. Когда уже предприниматель находит свой язык между собой, там тогда уже есть такая пословица, где говорит бизнес, там политика молчит. И дай бог, чтобы бизнесмены нашли между собой язык и развивали сотрудничество и экономика наших стран. Будем надеяться, что так и будет. Я еще коснусь этого момента, но раз уж мы пришли к теме, так сказать, непосредственно отечественной войны 2020 года и освобождение азербайджанских территорий, что в Латвии знают об этой войне и насколько, на ваш взгляд, эта информация объективна? Латвия знает, что территориальная целостность Азербайджана всегда Латвией поддерживалась. Об этом говорит международное право. Территории, оккупированные уже 30 лет, принадлежат юридически Азербайджану. Это нету никаких сомнений. Министерство иностранных дел тоже всегда свою политику ввела в отношениях с Азербайджаном, то, что эти земли азербайджанские. 30 лет под оккупацией находились земли. Я все-таки, но это личное мое мнение, что ответственность за то, что не были эти земли освобождены ранее, все-таки тоже частично лежат на ответственной мировой политике. Потому что не было сделано такой четкой давления, четкой политики против армянского политического руководства, чтобы избежать войны, избежать жертв. Очень много молодых людей погибло с азербайджанской стороны, с армянской стороны. И я хочу выразить соболезнования погибшим людям, семьям, которые родственники погибли. Но эта ответственность, как уже говорю, тоже лежит на мировой политике. Потому что мы видим, как с Белоруссией сейчас, какие санкции в отношении Белоруссии на данный момент проводятся с мировой политикой. Вопрос насчет Армении, политического руководства. Почему не были санкции, производенные против политического руководства Армении, если они не исполняют резолюции объединенных наций, которые утверждают, что территории... Я очень интересен, Роман, вы очень интересного момента коснулись по поводу позиции международного сообщества, когда та или иная страна игнорирует это международное право. Дело в том, что у нас сейчас есть на освобожденных территориях стоит острый вопрос. Это карта минных полей. Там все заминировано, заминированы коммуникации, дороги и так далее. Разрушены и заминированы. Но армянская сторона не предоставляет карту минных полей, сколько бы мы ни говорили. Они или на эту тему не говорят, или же просто мы слышим ответы, из которых мало что понятно. В данном случае международное сообщество в принципе ведет себя так же, как и все эти 30 лет. Нет реакции. Что должно делать международное сообщество? Мы ознакомились с ситуацией. И госпожа спикер Азербайджана нас ознакомила с ситуацией. Министр иностранных дел Азербайджана ознакомил с ситуацией. Мы сами своими глазами видели эти минные поля, где таблички нарисованы, мины. Мы видели эти оборонительные линии, десятками, которые построены в течение 30 лет оккупации. И я только могу сказать, что инфраструктура, которую там делала армянская армия, они много денег вложили в это все. Мое бы пожелание было бы лучше, чтобы Армения вкладывала бы эти деньги в своих людей, в образование своего народа, чтобы были хорошие отношения с соседями, как у нас отношения с Литвой, с Эстонией. Мы живем как братья и сестры. Я бы хотел, чтобы в этом регионе Армения, Грузия и Азербайджан тоже жили как братья и сестры. И я считаю, что политическое руководство, это армянское, должна этому способствовать. И этот вопрос ваш насчет минных полей. Да, это очень серьезный вопрос, потому что я понимаю, что мины, они выложены в оккупированную территорию, бывшие тысячами, десятками тысяч. Это пройдет, мы не знаем, сколько лет еще это пройдет, пока эти мины будут разминированы. Периодически там бывают подрывы на мин, люди погибают. Да, подрывы бывают. Мы видим после Второй мировой войны, как долго в лесах бывшего Советского Союза люди подрывались. Это прошло 30-40 лет. Все еще находят. Все еще находят, да. Потому мы с парламентариями, которые мы находимся сейчас в визите в Азербайджане, мы подготовим заявление, декларацию и будем собирать подписи парламентарии с обращением... Это уже в Риге будет. В Риге, да, в Риге с обращением, чтобы Армения дала карты, где расположены мины. И я уверен при той инфраструктуре, которую они построили, то, что я видел, у них наверняка есть эти карты. Они знают, где расставлялись мины, так как они подготавливались к обороне. Мое образование в полицейской академии, я учился, и первый год нам надо было проходить тактику по обороне, тактику по армейским вопросам. И я очень хорошо знаю тоже это военное дело, то, что нас обучали. Это видно, что у них карты есть наверняка. То есть разговоры о том, что карты за 30 лет утеряны, они не знают, это все-таки... Такое, может, конечно, есть какие-то территории, где могут быть участки. Но в целом они должны знать, если есть уже наводки на это, тогда уже по этим наводкам можно работать по разминированию. Мы узнали информацию, что при выводе войск из Нагорного Карабаха, из оккупированных территорий, тоже раскладывались мины. Совсем недавно, да, они тоже мины раскладывались. Там же люди еще сейчас в Армении находятся, которые это делали. Дайте информацию, где находятся эти мины. Я не понимаю армянскую сторону, честно скажу, потому что если бы они сотрудничали, эти отношения были бы хорошие. Я думаю, Турция готова открыть границы, вести торговлю между Арменией и Турцией, Азербайджаном. Все энергетические проекты могли бы тоже проходить Армению, если эта политика была дружественной против Азербайджана. К сожалению, да, нет взгляда на будущее. И то, что мы тоже ознакомились, что Азербайджан предлагает всем армянским людям, которые сейчас живут на оккупированных территориях, освобожденных, оставайтесь, становитесь гражданам Азербайджана, уважайте конституцию Азербайджана, законы, культуру и так далее. Это никого, никто не выгоняет. То есть никто никого не выгоняет, это однозначно. Никто никого не выгоняет, да, и то, что я тоже видел, как люди сжигали дома армяне, когда покидали, ну это тоже, мне кажется, так... Они не свои даже дома, они вошли в азербайджанские дома, и сейчас, когда они должны выйти с этих, они их поджигали. Это действительно смотреть со стороны... Ну, да, это мне тоже, я знаю, что со своей латышской стороны, корни с латышской стороны, тоже наши семьи были репрессированы в Сибирь, и тоже пришлось оставить свои дома на несколько лет. Но никто в Латвии не сжигал свои дома. Наверное, это были на самом деле свои дома, поэтому это происходило. Роман, вы коснулись такого момента, давайте я немножко информации обладаю, но зрителям, что вас связывает с Азербайджаном? Расскажите о себе. Да, я очень горжусь тем, что у меня тоже часть крови текет азербайджанская. Мой дедушка Идрис Ибрахимов из Сиазанского района, он переехал жить в Латвию во время учебы, познакомился там с моей бабушкой, женился, и получил очень много внуков и много правнуков. Так что я очень счастлив, что мой дедушка сделал такой выбор. Учился в авиационном институте в Риге, и таким образом я могу сейчас тут сидеть. Да, на исторической родине. Какие у вас впечатления, как вы находитесь в страну? Я знаю, что раньше вы приходили, приезжали сюда, но пандемия, как говорится, все немножко остановила. Но в целом, с каждым приездом, какие у вас ощущения от Азербайджана? Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу что-то новое. Что-то новое, построенное, что-то развивающееся. Конечно, никогда нельзя всем хорошо сделать, я понимаю людей. Но в целом, я вижу, что страна развивается. И это очень правильный путь, то, что сейчас делает руководство Азербайджана. Ту работу, которую прокладывают парламентарии, президенты, министры. Это все во благо независимости Азербайджана. И то, что Азербайджан тоже находится в географически очень такой непростой ситуации. Латвия член Евросоюза, Латвия член НАТО. Мы очень близко в Европе, все рядом. Но у Азербайджана соседи тоже, я бы сказал, непростые. Тоже со своими амбициями, тоже со своими интересами. И Азербайджан очень мудро, должен умно поступать, чтобы в этом обществе с этими соседями прожить. Но пока что мне, я только рад то, что вы делаете. И то, что очень много юношей получают образование по всему миру, возвращаются жить в Азербайджан, работают тут с хорошим образованием, с знанием языка, иностранных языков, создают свои компании, производят продукты, торгуются и так далее. Это пройдет время бывших государств Советских Союзов, пока мы доведем свои государства до такого высокого уровня. То, что в Европе сейчас. То, что в Европе, то, что мы видим, это Западная Европа. У нас очень большой контраст до сих пор между Западной Европой и Восточной Европой Латвии. До сих пор. Это надо признать, что мы тоже развиваемся, идем с развитием инфраструктуры, образования. У нас тоже очень большая утрата людей в Латвии. Многие уехали на лучшие заработки. То же самое, что в Азербайджане уезжают на заработки тоже в Европу или в Россию уезжают. Тоже проблемы одинаковые. Роман, раз уж мы поговорили на эту тему, мне хотелось бы узнать, как обстоит дело в целом с азербайджанцами в Латвии. Есть ли какая-то община, насколько она влиятельная, какие у них, кроме вас, есть еще представители. Чуть подробнее. Да, у нас в Латвии совсем недавно, кстати, 5 июня были выборы муниципалитета. В городе, где-то я тоже живу, и был выбран азербайджанец депутатом местного муниципалитета уже в четвертый раз. Это Вугар Эцманис. И я его поздравляю, еще не получилось, так как я приехал сюда. И, в принципе, диаспора очень активно тоже участвует в различных вопросах, которые касаются бизнеса, культуры, различных мероприятий, которые проводятся в поддержку, например, Второй Карабахской войны, проводят мероприятия о трагедии ежегодной Ходжилинской трагедии, геноцида Ходжалы. Воспоминаем это январские события в Баку и так далее. Это то, что делает диаспора. И у нас то, что интересно, есть возможность в Риге, но я, к сожалению, не живу в Риге, 100 километров от Риги живу, учиться азербайджанский язык. Тоже местная диаспора вместе с послом Джованширом Ахунтовым, который посол Азербайджана в Латвии, организовали учебу азербайджанского языка в Риге. И очень многие дети, ребятишки приходили, которые с корнями азербайджанца учатся язык. Это очень-очень хорошо. Это, мне кажется, вот это задача диаспоры. Чтобы диаспора делала такую работу, чтобы каждый человек, у кого текет азербайджанская кровь, тесчисленная хотя бы, он никогда не забыл, что он происходение из Азербайджана. И это диаспора делает. Раз уж мы, знаете, говорим о диаспоре, нас в Азербайджане это уже давно не удивляет. Но есть такая вещь, где бы ни находилась армянская диаспора, в какой-либо стране, она почему-то начинает свою работу проводить против Азербайджана. И, что очень странно, пытаются, скажем, подпортить отношения Азербайджана с той страной, где они пребывают. И тут, знаете, как дело доходит до абсурда. Люди не знают, что такое Азербайджан. Я имею в виду та армянская диаспора в той или иной стране. Они никогда не контактировались, никогда не были здесь. У нас нет никаких точек соприкосновения. А они из нас, знаете, как они будут небылицами рассказывать. Как обстоит с этим делом? Это дело в Риге, в Латвии. И насколько официальная Рига может все-таки от этих, вот, скажем так, от этой пропаганды дистанцироваться в реализации своей политики? Знаете, я даже не знаю, кто руководитель диаспоры Армении в Латвии. Честно скажу, я не знаю. Как политик, даже не знаю. Ко мне диаспора никогда, как к политику не обращалась с какими-то вопросами. Но, конечно, посол Армении, мне кажется, он уже сейчас уехал, будет другой посол, конечно, очень тоже активно проводил свою пропаганду своей страны в рамках парламента, министерств и так далее. Но Латвия такая разумная страна, скажем. И всегда все анализирует политики, министр иностранных дел, всегда ситуацию не принимает так горячо. Он всегда сложит все по полочкам и тогда делает свою уже оценку. Диаспора сама, я про армянскую не слышал ничего, скажу честно, но и каких-то таких острых проблем тоже нету между диаспорой Азербайджана и диаспорой Армении в Латвии. Я, по крайней мере, не слышал такого. Может, в больших странах это так видно. То, что я видел в Америке. Люди в Калифорнии, они даже никогда не соприкасались с нами. До драк даже. Да, они начинают про нас лепить какие-то истории. Это очень странно. Это очень странно. Я вот насчет странности, раз уж мы поговорили об этом, если не ошибаюсь, в начале мая было, что Сейм Латвии принял декларацию по так называемому геноциду армян в Османской империи. Во-первых, это выглядело несколько, знаете, неуместно и неожиданно, потому что обычная армянская диаспора или армянская страна устраивает сначала вокруг этого шоу, потом принимается и так далее. И на там полное. Во-вторых, если я правильно понял, там были дебаты, и вы выступали во рюме этих дебатов, и вы сказали одну такую вещь, что это решение будет иметь последствия для Латвии. Кроме того, политик, то есть вы подчеркнули, что стоит обсудить документ с историками. Вот вроде как здравые мысли, но почему не прислушались? Видите, Латвия парламентарная страна. Власть полностью в Латвии принадлежит парламенту, депутатам. Если депутаты решили собрать подписи, они могут подать на голосование любой документ. И тогда, когда он доходит уже на голосование, депутаты, очень многие, может не знают историческую правду от тех событий. Если мы посмотрим на голосование, мне кажется, проголосовали 58 из 100 депутатов. Мы голосовали против. Из моей партии мы голосовали против. Еще одна партия голосовала против этой декларации. И там очень было пункты, которые не соответствовали исторической правде. И этот документ никак не был подготовлен вместе с историками. Не проходили перед тем дебаты о документах, что подтверждают этот факт. Мы никто не сомневаемся, что очень много людей погибло в те времена. Погибло армяне, погибли... В Азербайджане тоже погромы какие были в Баку, мы помним. Этот регион очень интересный, с тяжелой историей. И Латвия очень далеко находится. Депутаты не знают фактов этой истории. Тогда в чем подноготная? Сразу принимать... А зачем это? Подноготная самовыгрыз? Как я уговорю, Латвия парламентарная республика, и депутаты принимают... Что это дает Латвии? Вот мне лично это не понятно. Это, я думаю, надо спрашивать каждому депутату, который голосовал за эту декларацию. Я не могу влезть в их голову, в их мысли, почему. Я озвучил свои факты, свое мнение, что надо было проводить с историками анализ этого вопроса. Но то, что я еще понял, что другие декларации в других странах Европы... А в принципе, механизм один и тот же. Одинаковый, да. В принципе, одинаковый. Приходит документ, я с многими депутатами из парламента говорил, которые голосовали за... Они даже не ознакомились с текстом. Они проголосовали за... Но факты изучить уже поглубже... Это не было сделано. И не был сделан анализ такой уже конкретный, вот этого вопроса, чтобы пригласить историков с Армении, с Турцией, чтобы ознакомиться с материалами архивов и тогда уже принять это решение. Те события, это исторически очень-очень сложно. Мы знаем, что... То, что я выступал, когда в парламенте Латвии, что очень многие армяне в то время в Османской империи занимали очень важные посты в руководстве. Министры были. Министры были даже, да. И вопрос, что произошло? Жили же дружно. Что произошло? Кто вмешался? Кто оружие давал армянскому народу в Османской империи? Кто организовал восстание? Кто организовал, да. Это все должно было тщательно проверяться, ознакомляться. И тогда вопрос, что тогда было? Я думаю, было бы интересно. Жалко, что Латвия, латвийские парламентарии, мне честно жалко, что они выпустили этот шанс глубоко расследовать этот вопрос. И Латвия, кстати, была бы хорошая такая платформа, где действительно мы могли бы этот вопрос расследовать, посмотреть, как эти события проходили и дать оценку. Ну, в принципе, вы очень трезвые вещи говорите. Если бы вы это говорили латвийским парламентариям, а там реакции никакой не было, опять же, для меня остается загадкой, зачем это Латвия, зачем это латвийским парламентариям. Потому что тогда такие истории бывают в Калифорниях всяких, в Америке. Мы знаем, где-то подоплека, в чем заключается. Американская, скажем, политика, она специфичная и так далее. Но давайте еще один вопрос я попытаюсь вам задать. Мне сейчас режиссер говорит, у нас буквально полторы минуты. Смотрите, Латвия член Европейского Союза. И знаете, после Брексита и после ряда других событий стало очевидно, по крайней мере для нас, что Европейский Союз это такая, знаете, не всегда один единый кулак, который вот сам один принимает такие решения. Все идут одной дорогой. Да, есть там очень схожих моментов, но есть и моменты, в которые страны по-разному реагируют. Ну, например, такая немаленькая страна Европейского Союза, Франция, например, относится очень специфично к событиям в нашем регионе. Нас это не устраивает, мы это откровенно говорим и так далее. Я это как пример привожу. Вот какую роль может сыграть Латвия в том, что касается налаживания каких-то контактов, скажем так, между Азербайджаном и Европейским Союзом? Или, скажем, возможно ли вообще, что с учетом того, что с Латвией мы жили когда-то в одной стране, по-разному можно к истории относиться, но это происходило. Да, более четко, может быть, объяснять тем нашим, скажем так, ну вот с кем мы ведем диалог в западной Европе, который может не совсем четко здесь понимать. Вот могла бы сыграть Латвия как член Европейского Союза какую-то роль в этом направлении? Да, конечно, Латвия очень большие политические контакты с Соединенными Штатами Америки, с Канадой, с европейскими странами. У нас очень хорошие отношения. И я думаю, что вот на уровне парламентарии у нас депутаты Европарламента, представленные Европарламентом тоже, чтобы визитами обменивались, что депутаты приезжают, вот как сейчас, например, в Азербайджан, депутаты азербайджанские в Латвии, все время обмен информацией, что был. Сейчас вообще очень хорошо, на отдаленном режиме, в Zoom-платформе, там онлайн можно встречи проводить. И больше этих встреч проводя, мы получаем больше информации про регион Азербайджана, и азербайджанцы получают про регион Латвии. Один пример, например, на уровне ОБСЕ, я тоже делегат, являюсь ОБСЕ от Латвии. Сейчас выдвинут один из кандидатов в вице-президенты, польский кандидат. Польша попросила, могу ли я тоже подписать его кандидатуру. Я сказал, конечно. Я попросил азербайджанских коллег, может этот польский кандидат и тоже вам как бы подходит по своим качествам и годился бы вице-президентом в ОБСЕ. Азербайджанские коллеги, парламентарии тоже посмотрели. Да, человек мудрый, хороший, тоже выдвинули. Это кооперация. И таким образом создаются контакты уже между Латвией, Азербайджаном и Польшей. Это вот те вопросы. Много люди, много со стороны не видят. То, что парламентарии проводят какую работу, помогая и бизнесу, и культуре развиваться, спорту и на международных различных организациях. Это то, как мы можем содействовать. Несомненно. Я искренне хочу верить, что все это будет иметь продолжение. Это сотрудничество действительно будет полезным. К сожалению, эфирное время у нас ограничено. Оно почти завершилось. Я благодарю вас за участие. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Спасибо за ответы. Спасибо за ту информацию, которую вы нам дали. Я напоминаю нашим зрителям все это время наши вопросы. Отпечал депутат Сейма Латвийской Республики, руководитель группы по дружбе парламентов Азербайджана и Латвии, Роман Наудиш. Огромное вам спасибо. Спасибо за приглашение. Дай бог, чтобы Азербайджан восстановил свои территории, возобновил там жизнь, беженцы возвратились, и наступил бы мир. Несомненно, это произойдет. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальность сегодня». Я ее ведущий Санар Заев. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok